В Таджикистане осуждены 18 человек за соблюдение ислама. Возрождение ислама в Таджикистане беспокоит секуляристов. В Таджикистане подавляется любая форма проявления ислама. Суд города Душанбе вынес приговор в отношении 18 жителей города Рогун и приговорил их к различным срокам лишения свободы, обвинив их в причастности к исламским группам. Суд приговорил их к срокам от 3,5 до 10 лет лишения свободы. Среди осужденных есть врач местной поликлиники и двое местных имам хатыбов города Рогун. Большинство из осужденных суд признал виновными по статье 307 УК Республики Таджикистан публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан. Напомним, что все осужденные были задержаны в начале марта текущего года сотрудниками МВД Таджикистана. Родители и близкие осужденных после задержания заявили, что их дети не состояли ни в одной из исламских групп. Их вина заключалась лишь в том, что они придерживались религиозных канонов в повседневной жизни. Они потребовали немедленно освободить своих родственников, но их требования остались без ответа. Отметим, что сегодня такие массовые задержания и приговоры в Таджикистане стали обычным явлением, особенно в отношении молодежи. Для улучшения показателей в борьбе с так называемым экстремизмом, правоохранительные органы подводят под статью любого соблюдающего свою религию человека, попавшего в поле зрения силовых структур. За последние пять лет в Казахстане... 8 августа в Душанбе прошла международная конференция на тему «Радикализация молодежи как угроза безопасности в Центральной Азии», организована немецким фондом имени Конрада Аденауэра и Национальной ассоциацией независимых СМИ Таджикистана. В конференции приняли участие представители ДИП-представительств разных стран в Таджикистане, правоохранительных органов и экспертного сообщества Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Во время вступительной речи глава Нан Смит Нуриддин Каршибоев заявил, что радикализация молодежи в Центральной Азии является актуальным вопросом. Большую дискуссию вызвал вопрос посла Германии в Таджикистане Хольгера Грена, который спросил, где грань между экстремизмом и терроризмом. Глава офиса Интерньюз в Таджикистане Абдулмалик Кадыров отметил, что сегодня во имя достижения одной цели принято использовать силовые методы, как, например, в конце 2015 года управление МВД Хатлонской области отчитались, что привели в порядок бороды 12 тысяч мужчин, а с 1800 женщин сняли хиджаб. Это не тот путь, с помощью которого нужно бороться с терроризмом. Силовые методы никогда не давали желаемых результатов, насильственное сбривание бороды – это также является экстремизмом, но не религиозным, а светским, заявил Абдулмалик Кадыров. Фаридун Хадизада, таджикский эксперт по религиозным проблемам, высказал аналогичное мнение. Сейчас в Таджикистане единственный путь такой борьбы видят в аресте и осуждении экстремистские настроенные молодежи, что само по себе не может быть решением проблемы, заявил он. Следует заметить, что на данной конференции отсутствовали представители МВД РТ, хотя в списке участников изначалось имя начальника отдела международных связей МВД РТ Мансура Бухаризада. Напомним, что Совет Безопасности Таджикистана заявил ранее, что на сегодняшний день решением Верховного суда страны 17 партий и организаций причислены к экстремистским организациям, и их деятельность запрещена в Таджикистане. И только за последний год в стране порядка тысячи человек арестованы за связи и сочувствие так называемым экстремистам. В опубликованном 10 августа ежегодном отчете Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира USCIRF рекомендует правительству США повлиять на таджикские власти. Оказать давление на правительство Таджикистана, чтобы закон о религии, принятый в 2009 году, и другие соответствующие законы были приведены в порядок, в соответствии с международными обязательствами, включая те, которые касаются свободы вероисповедания и убеждений, а также выступить с публичной критикой нарушения этих обязательств со стороны таджикского правительства, говорится в отчете. Также рекомендуется призвать правительство Таджикистана разрешить визиты специальных докладчиков ООН по вопросам свободы религии и убеждений, независимости судебной системы и пыток. Кроме того, USCIRF предлагает оказывать давление на высшем уровне и способствовать немедленному освобождению лиц, заключенных под стражу за религиозную деятельность мирного характера, либо за религиозную принадлежность. В пятистраничном отчете USCIRF по Таджикистану говорится, что правительством Таджикистана подавляется и карается любая религиозная деятельность, не находящаяся под государственным контролем. В нем отмечается, что политика властей страны увеличила разрыв между официальным и неофициальным мусульманским духовенством и привела к недоверию к мусульманским институтам со стороны населения. Эксперты призывают не обманываться подобными докладами и отмечают, что деятельность международных организаций в большинстве случаев оказывается не более чем инструментом в руках западных колонизаторов для продвижения своих интересов и давления на власти разных стран мира. В качестве примера приводятся факты о том, что уже на протяжении нескольких лет коалиционными силами под руководством США в Сирии истребляется народ Сирии, что народ Рахиния годами подвергается геноциду в Бирме, что палестинцы ежедневно погибают от рук сионистов, а американские беспилотники наносят ракетные удары по населению Афганистана. И все это происходит на фоне молчания со стороны международных организаций. И потому неожиданная беспокойность американской комиссии по поводу судьбы мусульман Таджикистана больше похожа на очередную попытку оказания давления на режим Рахмона исключительно ради достижения своих корыстных политических целей. Продолжение следует...